МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специалист по коррекции пищевого поведения Ольга Хафизова. Школа-студия Татьяны Овсянниковой. Room and Kitchen Bar. Салон красоты Персона. Медицинская клиника Саната. Центр психологии и йоги Гималайи. Аэрокомплекс Первушина. Модельное агентство Статус. Фотограф Илья Немков. Веревочный парк Гамми. Квесты в реальности Квестгеймер. Психолог, семейный расстановщик Ренат Зинатулин. Считается, что лучшие повара – это мужчины. Но мы не будем с этим спорить. Мы просто приготовим очередной шедевр. А помогать нам будет шеф-повар кафе-бар Room and Kitchen. Добрый день, Светлана. Добрый день. Сегодня мы с вами приготовим два блюда низкокалорийных. Первое блюдо – это будет салат с фруктовой с морепродуктами. И запеченная куриная грудка с творогом, курагой и зеленью. Приступим. Начнем мы с вами с горячего блюда. И пока будет оно готовиться, мы с вами быстренько сделаем салат. Хорошо. Приступим. Берем куриную грудку. Сейчас я вам покажу. Делаем в ней небольшой кармашек для того, чтобы туда уместить нашу начинку из творога, кураги и зелени. Далее приступим к начинке. Для этого нам понадобится творог. Творог нежирный, однопроцентный. Сама курага и зелень. Приступим к нарезке кураги. Курагу мы нарежем помельче. Вот таким вот мелким кубиком. У вас хорошо получается. Благодарю. Хорошо. Курагу мы нарезали. Теперь будем смешивать творог. Добавляем к творогу нашу курагу. Далее порежем мы с вами также мелко зелень. Я это сейчас сделаю сам. А вам останется самое важное и самое главное. Добавили мы с вами зелень. Теперь нужно все это хорошо перемешать. А теперь будем фаршировать грудку. Давайте вот вам две и мне две. Вот смотрите, вот здесь вот у нас кармашки. Да, грудки. Вот ложечка поменьше. Вот так открываем немножко кармашек. Осторожно, чтобы не порвался. И начиняем желательно внутрь до упора нашей начинкой грудку. Ничего страшного. Это бывает. Главное, что это не калорийно. Творог мы с вами используем обезжиренный. Так, все. Грудку мы с вами зафаршировали. Очень хорошо. Теперь нам нужно ее запанировать с вами. Как вы думаете, в чем? Я предлагаю запанировать ее в картофельных хлопьях. В картофельных хлопьях? В картофельных хлопьях? Да. Попробуем? Давайте. Вот так вот панируем в картофельных хлопьях. Со всех сторон обваливаем. Укладываем на листик. Аккуратненько. Все готово. И все, что нам с вами остается, мы ставим запекать в духовку минут на 15 при температуре 180 градусов. Все очень просто и быстро. Потом будем пробовать. Хорошо. Теперь, Светлана, мы с вами приступаем к приготовлению нашего фруктового салата с морепродуктами. Хорошо. Для этого у нас груши, яблоки, апельсин, кальмары, креветки. Приступаем к нарезке фруктов. Вообще, нарезка может быть произвольная. По-моему, на ваше предпочтение. Но лучше всего, наверное, я думаю, кубиками. Не очень мелкими, не очень крупными. Вы любите фрукты? Да. А в сочетании с морепродуктом никогда не пробовали? Нет. Ни разу? Не пробовала. Вот сегодня попробуйте. Это хорошо. Теперь нарезаем так же грушу. Теперь добавляем с вами нарезанную мякоть апельсина. Мы готовим на 4 порции. Оставим 4 кальмара для украшения. И 4 креветки для украшения. Кальмары мы с вами заранее отварили. Вместе с креветками. Добавляем наши креветки. А, то есть так прям режем, да? Не надо резать. И кальмары. Теперь с вами нужно все хорошо перемешать. Это я предоставлю вам. Хорошо. Пока вы перемешиваете, я подготовлю посуду для салата. Теперь мы укладываем наш салат в посуду. Равномерно. Так как у нас уже есть фрукты в салате, я думаю, что лучше всего к нему подойдет йогурт. Теперь заправим йогуртом. И вам осталось украсить салат креветкой и кальмаром. И все очень хорошо и красиво. Все, можно пробовать. Приятного аппетита. Спасибо. Ну что, рассказывай, кто готовил этот шедевр. Признавайся честно, небось, Даниилу. Нет, я помогала. Правда? Да. Нож держала? Нет, я резала фрукты. Как завязывала? Фрукты резала и мешала салат. Я смотрю, фруктов мало, наверное, половину съела. Наверное, не заметила. Было очень вкусно. А что здесь? Креветки. Какие морепродукты? А здесь креветки, кальмары, кольцами и фрукты. Апельсин, яблоко. А заправили все это изобилие? Обезжиренным йогуртом. Ну что, попробуем? Попробуем. Почему я не вышла замуж за повара? Вообще-то есть побочный эффект. А дабы я сидела сейчас на твоем месте, а не была ведущей. Этот коммунизон сексуально облегал бы меня, а не болтался на мне. Мне нравится. Даниил повар от бога. Я надеюсь, что у них меню это блюдо тоже есть. Не знаю. Потому что когда вечером мы с подружками идем в ресторан, у нас всегда проблема. Чтобы такой съесть, чтобы похудеть. Или хотя бы не поправиться. Да, после шести уже вроде это нельзя, это нельзя. Даниил, вы не мужчина, вы мечта. Готова ваш куриный грудь. Нет слов. Красота. Нет слов. Приятного аппетита. Спасибо. Рассказывай, как готовили этот шедевр. Мне не терпится его попробовать. Да, мне тоже не терпится, потому что готовить очень легко оказалось. То есть берется куриная грудка, начиняется начинкой. Туда входит творог. Очень сексуальное блюдо. Куриная грудь. Да, еще мягкая грудка. Туда начинка идет, это творог обезжиренный, зелень, пепрушка, укроп и курага. Все это перемешивается. Обожаю, курага полезна для сердца. Да, курага полезна. Все это перемешивается, начиняется грудка, обваливается в какой-то панировке. Мы сделали в панировке картофельные хлопья. Обалдеть. Мне кажется, надо все полить лимоном, да? Да, по-моему, порекомендовал полить и попробовать. Ой, прям нет слов. Ну все, приступим. Курица диетический продукт. И вам, конечно, его можно не ограничить, особенно на куриную грудку, да? Да. Оля бы нас похвалила, я думаю. Да, ну надеюсь. Грудка получилась очень сочной. У меня так дома никогда не получается. Расскажи, в чем секрет? Ее в чем-то вымачивали? Или это за счет творога? Нет, возможно, это за счет творога, но нет, там вроде она просто лежала, чистая куриная грудка. Очень вкусно. У Даниила фантазии просто не иссякает. Вот он каждый раз предлагает нам какие-то новые блюда, и они всегда низкокалорийные. В то же время очень вкусные. Да. Здравствуйте, с вами вновь Ольга Хафизова, и я вновь хочу поговорить с вами о снижении веса. Наверняка много раз вы сами говорили такую фразу или слышали от окружающих. Зачем идти к диетологу, зачем идти к специалисту, ведь можно похудеть самой или самому. Достаточно открыть любой журнал, достаточно зайти на любой сайт в интернете, и можно найти какую-либо диету. Действительно ли это настолько безопасно? Если мы обратимся к статистике, то мы увидим, что в 95% случаев вы вновь наберете свой вес, и он будет больше, чем тот вес, которым вы стартовали. Это раз. Во-вторых, в 35% случаев самостоятельное похудение приведет вас к тому или иному нарушению пищевого поведения. Такое, как ограничительное, то есть вы будете постоянно испытывать чувство вины за каждый съеденный кусочек. А 20% приведут к тому, что у вас появится так называемая пищевая зависимость. Что это такое? Когда вам безумно хочется какой-либо еды, вы готовы сделать все, что угодно, вы готовы забыть о своей фигуре, о своем здоровье, но вы очень захотите съесть эту еду. Задумайтесь, стоит ли самостоятельно снижать вес, стоит ли так рисковать. 20% – это практически 1,5 часть. 1,5 часть вас будет болеть пищевой зависимостью. Всего доброго. Салон красоты «Персона». Медицинская клиника «Саната». Центр психологии и йоги «Гималайи». Аэрокомплекс «Первушина». Модельное агентство «Статус». Фотограф Илья Немков. Веревочный парк «Гамми». Квесты в реальности «Квестгеймер». Психолог, семейный расстановщик Ренат Зинатулин. Мrealм багажSO «Персона». Новый дом, «Шилänder». Квесты в реальности «Квеста». Квесты в аэрокомплекс «Персона». Редактор субтитров А.Семкин, «Вордина»